Всем привет, друзья! Я, наконец, возвращаюсь в рабочее русло. У меня сейчас есть два заказа на блокноты. Точнее, один заказ на два блокнота. Они будут идентичные, но разных цветов. И я немножко изменю подвесы и разные хлястики сделаем, скажем так. Такого лева я буду теснить. Я что-то вспомнила, что я недавно не показывала теснение холодное по коже растительного дубления. И заодно покажу все этапы прокраски и так далее. Но сейчас мы начнем с самого главного. Это теснение и подготовка к нему. Итак, я уже раскроила наши детали. Блокноты будут на кольцах. Четыре кольца будет. Вырезала уже хлястики. Которые будут закрываться на кабурные кнопки. И сейчас мы откладываем. Выбираем поверхность, на которой будем теснить. Нам нужно мочить водой, дать немножко впитаться. И будем переводить наш рисунок. Я буду мочить из панелизатора. Дать немножко впитаться в воде. И буквально несколько секунд. И кожа готова к тому, чтобы на нее переводить рисунок. Чтобы было удобнее позиционировать, я распечатала уже практически размер и размер. Нам нужно вырезать сейчас нужный размер. И так легче будет прикладывать. Переплачу его скотчем агарным. Так будет удобнее снизу его только придерживать и смотреть, чтобы никуда ничего не уехало. Ну и теперь, нажимая, просто перевожу, как через копирку. Аккуратно поднимаем, смотрим, все ли у нас отпечаталось. Как вы видите, рисунок утопает достаточно хорошо. Все, наши два льва готовы к прорезанию. Берем поворотный нож. У них есть такие сменные лезвия. Мне нравится такой. Есть пошире, есть еще поуже. Но мне сподручнее именно такая длина. Для начала нам нужно его немножко подправить. Правлю я на пасте Гоя, смешанной с машинным маслом и намазанной на кожу. После этого обязательно лезвие протираем салфеткой, чтобы на нем не осталось пасты. Вертикально нож. Входим в кожу. Не нужно сильно давить, чтобы не прорезать ее до дна. Просто ведем. Из-за того, что он поворотный, маневрировать таким ножом очень удобно. И он спокойно делает поворот. Аккуратно, не спеша прорезаем по нашим линиям. Вот, прорезали. Теперь нужно хорошенько намочить и оставить на минут 20-полчасика, чтобы вода получше впиталась, но не высохла. И тем не менее, в коже было достаточно жидкости, чтобы тиснение было ярче и глубже. И там же и удерживалось. Пока у нас влага впитывается, покажу свою сокровищницу. Здесь много разных штампов, включая и японские, и обычные китайские дешевые. Самый мой любимый для фона, для выделения рисунка, это B802. У них у каждого есть номера. Вот. И поэтому их легко находить, если вы ищете какой-то определенный. У них у каждого вида есть свой номер. Работать, значит, будем пока вот этим. И для маленьких мест есть поменьше. Все прошло какое-то время. Можно приступать к тиснению. Чтобы сильно не греметь, я использую такую каучуковую киянку. И сейчас начнем утапливать кожу по контуру. Как можете видеть, он штамп утапливает кожу и оставляет текстуру. Ну что, первого оттеснила. Еще большего объема будем добиваться уже окраса. А сейчас оставляю сохнуть до полного высыхания. Высохло наше тиснение. Теперь нам нужно защитить этот рисунок, чтобы краска, а именно это будет античная паста, не прокрасила нашу морду льва. Можно это делать любым акриловым лаком. Я вот буду использовать такой. Но на самом деле, не важно, чем вы будете закрывать. Можно и ангелусом, можно каким-то финишем. В общем, я использую. У меня кончился ангелус. Но сейчас сделаю то же самое просто лаком. Берем тонкую кисть и закрашиваем. Желательно, не залезая на фон. Так, ну что, я покрыла лаком. Теперь оставляем на несколько часов просыхать, чтобы лак как следует схватился и не пропустил краску. Я готова к покраске, но для начала нужно подготовить наши детали. Поставить подпись мою на заднюю сторону блокнотов. Фаску с самих обложек я снимать не буду. Пока не покрашу, потому что от краски кожа тоже деформируется, как и от тиснения. Если можете здесь заметить, небольшое корыто появилось от того, что я выбила рисунок. Вот, я это срежу по прямой. Поэтому мне еще нужно будет подогнать немножко размеры. Только после покраски, когда все высохнет и кожа уже точно не будет ни растягиваться, ни сжиматься, я все это срежу, сниму фаску, покрашу врез и, в общем-то, будет практически все готово. Карандашиком наметила и поворотным ножом сейчас прорежу, чтобы античный гель, когда я буду прокрашивать, он туда попал, и она просто стала темнее. Все, эти детали пока вкладываем. Теперь снимаем фаску. Теперь можно приступать к покраске. Один лев у меня будет коричневый, второй рыжий. Перед покраской поверхность можно немножко смочить. Так же, как и губку. И вращательными движениями втираем гель. Теперь нам нужно убрать излишки. Для этого берем салфетку, смачиваем ее водой и лишнее просто вытираем. И теперь нам осталось покрасить обратную сторону и все наши детальки. Наша краска высохла. Теперь нужно, чтобы изображение не было таким плоским, нужно оттенить еще некоторые прядки шерсти и так же затенить некоторые моменты на морде. Немножко оттянили. И дальше будем работать с аэрографом. Ну что, продолжаем красить львов. Вот я залила красочку. Краска для кожи, разбавленная водичкой. Сейчас буду проходиться по краешкам, делать их темнее и заходить на некоторые прядки шерсти. Вот такой получился льв. Оставляем сохнуть. Мне осталось сделать отверстие под кольца. Я беру обложку от уже имеющегося блокнота. Берем пробойник. На отверстие у меня здесь я совсем забыла, что у меня здесь не два кольца будет, а четыре, поэтому нам нужно взять листик из блокнота. Теперь нужно покрасить урез и заполировать его. Красить буду с помощью обычной ватной палочки. Урезы покрасили, теперь нам нужно их заполировать. Полировать я буду порошком, который называется SMS. Состав он похож на клей для обоев. Достаточно взять небольшое количество воды и совсем чуть-чуть этого порошка. И размешать до консистенции жидкого киселя. И теперь кисточкой просто наносим на урез. Заполировать будем... У меня был вот такой сликер. Я его отпилила. Вклеила туда держатель для дремеля и теперь он у меня механический. Хотя продаются специальные тоже с таким штекером. Но я вот вышла с положения таким образом. Вот как вы можете видеть разницу между заполированным краем и нет. То есть такой гладкий, блестящий, приятный на ощупь. Так, ну что, я сделала разметку для пришивания хлястиков. И сейчас будем их приклеивать. Приклеивать буду на латексный клей. Вот он... Я не скажу, что он прям на отрыв не оторвет, но для прошивки подходит. нанесла, дам немного впитаться. Ну и все, что осталось, это как следует прижать. теперь осталось это дело пришивать. шить буду седельным швом. Ну что, осталось совсем чуть-чуть, наденем кольца. Кольца вручную состарены, выглядят старинные, блоки я еще добавлю, он будет потолще, не такой узенький. Я сейчас одела кольца для того, чтобы сделать разметку для кабурной кнопки. Один готов, сейчас сделаю то же самое со вторым. Ну и как завершение осталось это все покрыть лаком. Ну что, все, покрыла я лаком, финишем. Получились вот такие два блокнота с тиснением. Добавила подвесы, кожа скрипит, на ощупь очень приятная. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч, пока! 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 Пока!